Ну что же, начнём тогда с обстановки на фронте. Карту в студию. Карту, карту. Карту мне никто не вывел, поэтому я без карты. Сейчас её выведут. О, её вывели. И я тебе приспособу. Начнём с востока. Ну, начнём с левого берега Оскола. Радиц он нам. Тагенштаб анонсировал героическое отражение нашими войсками. На севере Харьковской области некого контрнаступления из Белгородска. Для чего они делают это? Для того, чтобы мы держали... Через границу атакуют. Создают угрозу, чтобы мы там держали осечный фланг. И не кидали, естественно, сват. Это логика понятна. Значит, то же самое видим... А в каком месте это происходило? Орехово там какое-то. Не помню. Орехово? Да. Сейчас его не могу найти. Секунду. Сверимся. Оно у меня в карте открыто. Нет, не открыто. Смотрим страницу генштаба. Ну, что-то я не вижу здесь никакого орехового числа. Я тебе скажу сейчас, да. Так, значит... Так, так... Неважно. Что-то новое. Значит, разберемся, завтра покажем. Значит, что у нас это... Логика понятна. Атакуют, чтобы создавали осечный фланг. Прикрывали госграницу и не перебрасывали войска под Сватово. Под Сватово у нас... Не под Сватово в районе Кременной. Сватово вообще по всей этой линии от Кубинска до Сватово противник периодически пытается контратаковать, прощупывая возможные места слабости нашей обороны. Не давая нам продвигаться к трассе и изо всех сил за нее борясь. Ну, как видим, мы уже так немножко возле этой трассы. Вот Новоселевская, Байчатая... Но это мобилизованные, да? Это сборная солянка. Это кадровые части, которым подсыпали мобилизованных, как маршевое пополнение. Они героически, значит, там пытаются... Ну, и что, ты можешь сказать, что они лучше, так же, хуже сражаются? Трудно сказать. Трудно сказать. Ну, хорошо. Воюют и воюют, да. Понимаешь, что такое? Бог на стороне больших батальонов. Когда большие батальоны, там сказать, что хорошо, плохо воюют, если есть кадровое ядро, в принципе, они воюют уже. Более-менее, особенно если командиры сохранились кадровые, которые имеют боевой опыт, там и мобилизованные. Лучше себя показывают. А вот подразделения, где много мобилизованных, этим более мобилизованные командиры, а таких хватает. И будет еще, там совсем проблемы. Потому что они не имеют практического опыта, и практического опыта в этой войне еще. Всякий опыт специфичен. Под Белогоровкой пытались ходить в контратаки на наши войска. Причем ребята мне оттуда описывают... Ну, как это? Ну, вот примерно то же самое, что я вчера рассказывал про... Поход. Забеги мобиков радостные, да, с небольшим кадровым ядром, которых кладут, 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 кладут. Там Багнера, кстати, много, или прочих этих самых. Причем Багнер такой специфический. Воевать не умеют, но порно лезут при этом. А это зэки или это какие-то там... Это сборные, возможно, там и зэки есть, конечно же, и так далее. Логика... Армия это такая машина, задача, которую поставить... Ну, вот в российском варианте. Задача, которую поставить подчиненному в положение, когда он своего капрала боится больше, чем противник. И тогда он придет вперед. Палка, 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 прусская система такая из-под палки. Поэтому... Вот это мы вполне видим на поле боя. Дальше. В районе Спорнома то же самое. На Бахмуте та же самая история. Героически пытаются атаковать, наступать. 93-я бригада наша, это уже не секрет. Там показывает просто чудеса. Потому что объявили официальные лица. Показывает там абсолютные чудеса. Она всегда была очень сильная. Это одна из самых крепких наших бригад механизирована. Такая. Боевая. И вообще всех бригад, которые у нас воюют. Но сейчас они там показывают просто чудеса боевой устойчивости, боевой эффективности. Кладут больше, чем пороть этих авриков в сутки. Вот. Поэтому, как бы... Ну и там некоторая помощь подошла к ним. Я думаю, что ситуацию мы сумеем стабилизировать. Идем дальше. Опытная от Радовка. Все та же самая. Там движуха. Локальные попытки атакующих штурмовых действий. С поддержкой артиллерии. Но в основном она под Бахмутом сосредоточена. Север-восток. И там вся война. Все висели там. Авдеевка. Тоже те же попытки двигаться южнее. Те же попытки двигаться севернее. Месяц уже там. Они не могут продвинуться. И любимый русский стиль войны. Они не сходили бы нам в атаку. Ой, нас убили. Ну давайте пойдут следующие. Маринка. Новомихайловка. Та же история. Запорожское направление перестрелки. Война дронов. Война артиллерии. Периодически самолеты подключаются. Ну а Херсонщина. Значит там, как всегда, радостно отрываются наши силы. Средства старшего командира авиации. Химарсы артиллерии. Лупим по противнику. Командные пункты. Скопление войск. Склады. И очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят. Селят огромными массами. От 500 до 2000 человек. Подмазать. И промахнуться по ним невозможно. Даже если бы мы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери. Именно на Херсонском направлении. Куда кстати идет их большая часть. Что там крепко побитое подразделение. Их насыщает. Но потери там уже такие зашкаливающие. Даже Суровикин сегодня героически сказал, что Херсон еще несложно. И он не исключает непростые решения. Ну понятно. То есть оставление Херсона. Ну если ты пригнал тысячи мобилизованных. И из них полторы тысячи убитых и раненых за двое суток. То наверное могут быть всякие непростые решения. Это прямо отдельно сейчас обсудим. Давай не будем с этим торопиться. Давай вот еще разберемся. С таким вопросом. Вот эти все атаки дронами. С Крыма по тысячам километров. С других мест и так далее. Они хоть как-то сказываются на линии фронта? Скажем так. В фронте нет. Потому что их используют по объектам инфраструктуры. Ну мало ли. Может это как-то там... Их минимально используют по фронту. Использовали скорее. Но на фронте совсем другая история. Одно дело, когда этот мопед пыхтя летит над городом огромным. Где не упади все равно какой-то вред причинишь. Даже если не долетят до цели. И лупить по боевым порядкам окопанных войск. Которые там окопаны, замаскированы. Оказывают противодействие. В том числе силами радиоэлектронной борьбы. И в том числе стрельбой по дрону. Стрельбой, конечно. Там сложно это все применять. Войска бомбить. Это непростая история. Это немедленно женщин убивают. Беременные бабушки. По подъездам разносить там на офисы. На энергетические компании, скажем так. Или теплоэлектростанции. Сегодня, кстати, дронов было меньше. Сегодня ракетный день. С утра чередуют. Влупили по ТЭЦ в Киеве. Влупили по ТЭЦ в Днепре. Влупили по ТЭЦ. Где же они еще влупили. В общем, по всей территории Украины влупили. Но в основном выбирают в качестве мишени ТЭЦ, да? Энергетическая структура. И задача перед... У них ставка на что? Что привести в движение опять всю Украину. Чтобы мы побежали, запаниковали. Это дает огромную нагрузку на экономику. Соответствующая волна паники. Кризис управляемости. И кризис мобилизации. Возможно, если нам вдруг ее придется проводить. Там пополнять наши подразделения. Снова. И так далее. Это отдаленно очень перспективная. Под знаком вопроса. Но все-таки такая вероятность существует. В теории не снимается. И они тоже ее рассчитывают. В общем, им нужна ситуация начала войны. Чтобы мы запаниковали, задвигались. Работники убежали с предприятий. Хаос в стране. Значит, второе. За это время они хотят... Ну, это создается чем? Выбили электроэнергию. Выбили тепло. Выбили воду. И вот, типа, все бегут от несчастья и лишений. Значит, второе. За это время накопить мобилизованных. В достаточном количестве. 100 тысяч, 150 здесь на фронте. Чтобы создать что? Сначала плотная оборона. А потом возможную ситуацию нового давления на наши войска. Ситуация, когда тылы дезорганизованы. Потом что? Например, создать угрозу управления Киева. И это связано с заявлением Суровики на Пахерсу. Я уверен на 100%. Сейчас мы об этом поговорим. И после этого оказать новое давление на нас. Как бы заставить нас снова просесть крупно. Ну, и передавить чисто силой. И при условии, что им удастся нашими дронами задосить нашу систему ПО. Потратить ракеты управляемые. И снова пустить вход авиации. На территорию Украины. И с помощью авиации большого количества мобилизованных. И дезорганизации нашего тыла. Добиться каких-то там знаковых или значимых результатов. Которые можно продать как победу. И которыми можно деморализовать украинское общество. Правительство и западное. И принудить нас переговором. Вот их общий замысел. Да. Это понятно. Значит, они используют те средства, которые могут. Опора на иранские силы и средства. В том числе баллистические ракеты. Которые, видимо, так или иначе они получат. Земля-земля ты имеешь в виду. Да, такая вероятность. Второе, это что? Это на большое количество мобилизованных. Потому что они пошли по мобилизации в Абанк. Мы что-то знаем. Все хватают. Всех кидают. В принципе, сейчас перемели мука будет. Ну, и главный козырь. Это создание нового розы Киева. Не доставайте же вы никому. Позамерзайте все нафиг. У этого всего есть хорошая сторона. Это все отодвигает применение нидерного оружия очень далеко. Им нужно сначала, внимание, 2-3 месяца убедиться, что это не работает. А потом снова встанет. Но они надеются таким образом сделать то, что называется перехват стратегической инициативы. Которая была, ушла со среди июля, августа к ФСУ. Харьковская операция. Херсонская. И типа снова начать диктовать. Попутно подземлить Европу зимой. И вот сочетание недовольного, дезорганизованного экономики и замерзших там бедных европейцев и лукаинцев должны... И тут-то на белом коне они выезжают, говорят, так у нас все готово для переговоров. Давайте переговариваться. Четыре области. Крым делов. Чудо. Да, я думаю, именно так. Вот общий замысел их. Теперь приятная новость. Он провалится. Их социальная машина и уровень государственного управления, а самое главное мышление, не позволяют реализовывать задачу такого уровня сложности. Они берут тупой жестокостью. В первую очередь жестокостью по отношению к своим. Мобилизация. И мы же понимаем, когда держава, которая хотела за три дня дойти до Ла-Манша, до Львова и за два дня после этого до Ла-Манша, а через восемь месяцев клянчит у под санкционного Ирана, который 40 лет под санкциями, к которому внутреннее волнение вооружения, военную технику, без которой она не может справиться, мы понимаем, что это приговор. Это разовое действие, которым такие системные процессы, как крупная континентальная война, не разрешаются. Простая логика второго класса средней школы. Ты можешь осуществлять крупные, сложные системные социальные процессы, только если у тебя соответствующий уровень иерархии управления производством. У них нет этого всего. А разовое вливание сколь угодно серьезной техники не решает проблему. Даже если сейчас поменялась бы ситуация, и Запад начал бы поставлять вооружение российской армии, Химарс и вот это все остальное, они бы все равно не решили свою проблему. А уж драндулеты эти иранские, ракеты, ну, ракеты это те же самые ракеты, которые они и так по нам били. Все то же самое, те же Искандеры, те же Калибры, только примерно туда-сюда. Только российские позаканчивались, поэтому теперь будут иранские. Разницы особо никакой. Мы все это видели, переживали. И были дни, когда было по 300 пусков ракет в начале конфликта в сутки. Второй момент это то, что они не в состоянии осуществить такие сложные процессы, социальные структуры своих, подобные мобилизации. То есть негде вытянуть еще один кузырь, когда провалится мобилизацией в сочетании с иранскими тем самым, и энергетическим оружием, то есть попыткой нас заморозить. Но больше они не способны. У них нет трошицы. Они будут способны только повторять эту историю. То есть еще раз закупить оружие, еще раз провести мобилизацию. Вот это на более сложную структуру, более сложный цивилизационный ответ, там организационный. Они не способны есть, потому что это предел их уровня компетенции как государство и как общество. С этим мы знаем прекрасно, как справляться. Мы перемололи кадровую машину, не имея западной поддержки практически, а имея западную поддержку. Ну и перспектива, понятно. Нам помогают государства, которые в совокупности 50% мировой экономики, а у них едва полтора, да еще под санкцией. Нет, там больше. Запад там больше. Нет, у них. Допустим 50, хорошо, неважно. Перспективы этого противостояния понятны. Пусть он Запад дает меньшими темпами, чем мне хотелось бы, например. Хотя тоже как. Вот эти противодроновые станции, которые нам обе пообещали, РЭП, которые сбивают их, несколько сот штук, нам дают мгновенно практически. За сутки. Когда их дают? За сутки принято решение, в ближайшее время должны быть поставлены, как говорят, недели. Как работают эти станции, расскажи нам. Это станции постановки помех, которые сбивают управление этими дронами. Неважно, идут они... Это эффективная трень, да? Дут ли они автономить, да. Очень эффективное оружие, которое просто нафиг им удвали. Они будут падать, не долетая до цели. В лесах и полях. Ну, кроме того, мы предпринимаем совершенно определенные меры. И внимательные наблюдатели вчера над Борисполем видели уже, что работала не зенитная ракета, а преимущественно зенитная артиллерия, сбивая дроны. 16 дронов шло на Киеве вечером, все сбили. В третьей волне и сбило их зенитную артиллерию. То есть все как в школе учили, в автошколе. Продолжение прожектора, зенитная артиллерия, посты наблюдения, связи и оповещения. Полная схема, она сейчас разворачивается по борьбе. То есть мы в течение, думаю, пары недель справимся с этой проблемой как таково. А до этого мы будем сбивать их просто привычными средствами. Что-то, да, тогда они будут делать. Субтитры создавал DimaTorzok